Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, связано напрямую с тем, как вы со своими стрессами обращаетесь. Иными словами, если вы не отреагировали на стресс, так как вам хотелось бы, например, иными словами, если бы не отреагировали на стресс, так как нужно вам было, то энергия, она осталась у вас, она осталась в вашем теле, и она может вполне себе спокойно генерировать вот такие вот состояния. То есть, когда вы просыпаетесь, это же по сути вас срывает энергию. У вас есть энергия проснуться, у вас есть энергия не спать и так далее. У вас есть энергия. Это важно. Поэтому я думаю, что на стресс вы просто не реагируете так, как вам хочется реагировать, а так как, ну, это, не знаю, принято, может быть, как это нужно, как вы и привыкли. Возможно. Ну вот, я говорю, возможно, потому что, потому что, ну, действительно, я не знаю, наверняка, наверняка. Такие вещи всегда сложно без какой-то вот, ну, без проработки, да, без разбора сложно такие вещи как-то вот интерпретировать, да. Вот. Но тем не менее, тем не менее, я свою позицию вижу именно так. Вот. Если вы придаёте большое значение ещё, к тому же, к тому, что с вами произошло, если вы придаёте значение стрессовой ситуации, то всё будет, всё, конечно же, только усугубляется и в итоге всё это вот приводит к такому, к такой модели. То, что у вас ухудшается качество жизни, это очень грустно, но вполне естественно. Вот. И, соответственно, с этим нужно работать. Избавляться от этого не нужно никак. Никак необходимо правильно энергией распоряжаться и учиться правильно распоряжаться. Вот. И, вероятно, учиться, учиться релаксировать. Вот. Я бы так сказал. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!